13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина приветствую наших слушателей. Говорю здравствуйте гостю нашей студии Алексею Кузьмину, предпринимателю, депутату Кировской городской думы 5-го созыва. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Ну и напоминаю слушателям, что вы тоже можете участвовать в нашей беседе посредством анонса на нашем сайте. Можно задавать вопросы гостю. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей программе. Ну и также на сайте в течение сегодняшнего дня появится и аудио, и видеозапись нашей с Алексеем беседы. Ну, давайте, Алексей, наверное, все-таки с благоустроительных тем начнем. Я бы так сказала, тоже на нашем сайте был размещен ваш пост с инструкцией, я бы, наверное, даже так отметила городским властям, по тому, каким образом надо убирать снег, чтобы все были довольны. Неделя прошла с первого большого снегопада, в среду, я напомню, на прошлой неделе вот обрушился он на Киров, и с тех пор мы несколько раз эту тему в наших эфирах поднимали. Я вижу, что центральные улицы прочищены, может быть, не совсем идеально, но машины ехать могут, но при этом совершенная беда с парковками, совершенная беда со въездами во дворы. Я не знаю, чья это зона ответственности, я так понимаю, что большей частью, наверное, управляющие компании, может быть, где-то дворники, там у предпринимателей, у магазинов, но кто должен заставить их работать через неделю после большого снегопада? Думаю, что городская администрация. Начну с того, что, наверное, это странный термин инструкция для городских властей, скорее всего, это мои предложения, и пожелания, это просто взгляд со стороны, этот взгляд обобщен, он собран с сомнений многих людей, многих кировчан, поэтому я бы сказал, что это предложение и пожелание. Значит, что касается очистки улиц от снега на магистральных улицах, как вы сказали, я все-таки тоже не соглашусь с этой терминологией, потому что слово очистка, вывезенный снег и термин распиханный по углам снег, это все-таки разные формулировки. Вот сейчас даже на магистральных улицах снег все-таки распихан по углам и по обочинам. Он не вывезен с улиц, из-за этого происходит сужение проезжей части, из-за этого двухполосные дороги превращаются в однополосные. Вы говорите о том, что парковки завалены, далеко не только парковки завалены, второстепенные улицы находятся в неудовлетворительном состоянии, машинам приезжать тяжело, люди падают, переходя дорогу, поэтому проблем масса. Город не справился с этим снегопадом, как бы это ни банально звучало, у нас ежегодно город не справляется ни с одним снегопадом. Поэтому ничего не изменилось, ничего не поменялось, и как раз в своем вот этом комментарии я отмечаю, что ни смена главы администрации, ни смена начальника управления благоустройства и транспорта, ни смена руководителей дирекции дорожного хозяйства и города Ромостроя не привели к существенным изменениям и к улучшению ситуации на дорогах и тротуарах города Кирова. Если кадровые перестановки не привели к улучшению, к изменению, значит, нужно вносить изменения в контрактное содержание. Значит, надо изменять контракты, значит, надо изменять саму систему благоустройства и содержания дорог в зимний период. Так, и как же нужно изменять контракты? Мои предложения заключались в следующем. Первое. В этом году лот был, как обычно, укрупнен. Это был единый лот на все содержание уличной дорожной сети. И, соответственно, у нас один крупный подрядчик. Естественно, да. Которого, как говорили в администрации, будет легко контролировать. Ну, это, как обычно, самая банальная и самая главная формулировка любой администрации, что одного подрядчика легче контролировать. Но я сейчас дальше объясню, почему. На самом деле, ничего это не легче. Значит, этот единый большой лот был разыгран, победил гордорумострой, городское предприятие. Больше 800 миллионов рублей этот контракт. И, как известно, гордорумострой не имеет столько техники и не имеет столько сотрудников, проводников и тем более специалистов, которые бы полностью своими силами, своей спецтехникой выполняли бы этот контракт. Естественно, большинство всех работ по контракту гордорумострой отдал на субподряды. Как это происходило ежегодно, система и схема не поменялась. Просто ежегодно меняется только количество субподрядчиков. Если в прошлые годы количество было от 12 до 15 субподрядчиков, в этом году 8-9 субподрядчиков. Но, по сути, сама система, сама схема не поменялась. Гордорумострой не в состоянии собственными силами справляться с выполнением этого контракта. Он нанимает субподряд. Алексей, вот мы с вами, когда оцениваем и говорим, что не в состоянии, мы же вот на самом деле не знаем, какая задача-то поставлена. То есть нам кажется, что дороги должны быть очищены от бордюра до бордюра, весь снег, который собран с проезжей части, должен быть вывезен. А у людей, может быть, такой задачи не стоит. Может быть, им говорят, ну вот сделайте так, чтобы улица была проезжая и прочистите тротуары. А парковки, бог с ним. Нет, ну это вы можете только догадываться, что такая устная какая-то просьба могла быть. На самом деле есть контрактные обязательства, есть техническое задание в этом контракте. И никто отступать от муниципального контракта по законодательству не имеет права. На это есть контролирующие органы, на это есть заказчик. Значит, так вот, вернемся к тому, что единый большой лот ежегодно разыгрывается, ежегодно выигрывает его одна компания и раздает субподряды. Так вот, спрашивается, почему нельзя раздробить этот лот на более мелкие лоты, точно так же не вычленить зону ответственности и разыграть эти лоты среди мелких подрядных организаций, которые имеют спецтехнику, имеют сотрудников и работников. И они точно так же будут участвовать в аукционах, они будут понижать стоимость лота, тем самым 100%, безусловно, я уверен, что бюджет сэкономит определенные средства на этих торгах, которые можно будет направить на какие-то дополнительные работы, на дополнительные участки. Это первое. Второе. Именно так сейчас и происходит. То есть, именно так Гордор Мострой выделяет секторально наш город, разбивает их среди своих субподрядчиков и раздает им технические задания. Почему это нельзя сделать в рамках госзакупок и прозрачной, честной, конкурентной среды? Второе. Значит, если сейчас у субподрядчиков ответственность только перед Гордор Мостройом, как своим непосредственным заказчиком, то в случае дробления лотов и участия в каждом лоте мелкого бизнеса отдельно, ответственность будет контрактной. Ответственность будет перед заказчиком уже муниципалитетом. Соответственно, здесь включается вся огромная, колоссальная контролирующая машина. Это и надзорные ведомства, правоохранительные органы, сам заказчик муниципалитета и так далее. То есть, мы здесь говорим уже об ответственности. Это второе. Третье. Не нужно бояться малого бизнеса. В контракте, вот в этом едином лоте на 800 с лишним миллионов рублей, прописано условие, что необходимо определенную небольшую часть, если я не ошибаюсь, порядка 15% отдать на суп-отряд субъектам малого предпринимательства. Да, действительно, эту формальную функцию ГДМС выполняет, передает эти 15% на СМП, но в последнем послании того же президента Путина федеральному собранию был четкий сигнал и четкий посыл региональным муниципальным властям, что долю государственных и муниципальных закупок для субъектов малого предпринимательства необходимо повышать, необходимо ее доводить вплоть до 50%. То есть, здесь опять есть федеральная инициатива, есть федеральный посыл, но наши местные власти опять смотрят с пальца эти посылы и игнорируют эти призывы и посылы. Значит, это третье. То есть, надо отдавать в том числе на малый бизнес. Почему муниципальные власти боятся отдавать на малый бизнес такие контракты? Потому что у малого бизнеса всего один трактор и один тракторист. Неправильно. Вот именно этот малый бизнес, и в том числе и нанимается субподряд этим крупным компаниям, таким как Гордор Мострой и Вятавтодор. Именно малый бизнес имеет технику в собственности, именно малый бизнес имеет сотрудников, а у ГДМС и Вятавтодора это там единицы. Значит, так вот, власти всегда боятся того, что эти маленькие ОООшки обанкротятся после первого получения денег. Но на самом деле это лукавство, потому что в контракте на зимнее содержание дорог и тротуаров по сути нет как таковых карантинных обязательств. То есть, смысл в чем? Во-первых, авансирование не предусмотрено. То есть, выполнил работы, получи через определенный срок денежные средства, а дальше занимайся чем ты хочешь. Если ты хочешь банкротить организацию, это твое право как бизнесмена идти и подавать на банкротство. Если ты хочешь продолжать этот бизнес, продолжай бизнес, подавайся на новый контракт. Никто не говорит о том, что ОООшки, вот эти там малый бизнес, не выполнят контрактные обязательства. Наоборот, у них будет уже ответственность перед заказчиком, муниципалитетом, а не перед каким-то там МУП, Гордор Мострой. То есть, вот это в том числе одни из предложений. Следующее предложение, это необходимо вернуться к идее строительства и покупки, и я убежден, что в данном случае за бюджетный счет, снегоплавильных комплексов, как стационарных, так и мобильных. Этот опыт приемлем во многих регионах нашей страны, особенно в Москве. Я ознакомился с этим оборудованием, был на московских этих полигонах, снегоплавильных станциях. Это очень удобная штука, это очень быстрая и эффективная штука. Мы понимаем, что не надо гонять машины, тратиться на бензин, куда-то там, значит, его вывозить и прочее. Насколько я помню. Складировать снег, оплачивать складирование, вывоз, транспортировку. Когда поднималась эта тема, нам говорят, что нам, собственно, и сливать-то некуда, потому что у нас ливневка не справится. Ну, это уже, скажем так, технический вопрос. Вы знаете, что сейчас подготовлена проектно-сметная документация на строительство ливневой канализации, и в ближайшее время, там в том числе ожидаются федеральные средства в рамках празднования 650-летия нашего города, в том числе ожидаются федеральные средства для строительства целой сети ливневой канализации. На самом деле она у нас есть, 61 километр ливневки в Кирове есть, и если кто об этом позабыл, то надо бы об этом напомнить. Ее надо чистить, ее надо переводить в порядок. Значит, это, знаете, технические вопросы или какие-то оправдания чиновников, которые не хотят этим заниматься. А снегоплавильные комплексы, как мобильные, так и стационарные, это очень эффективная и эффектная штука. И она точно не помешает нашему городу, она сэкономит бюджетные средства, сами себя они потом будут окупать. Алексей, почему покупать за бюджетный счет? Ну, потому что... Почему не бизнес? Это может и сделать и бизнес, опять, это сложная ситуация с контрактом. То есть, эти же установки необходимо будет городу брать в аренду на зимний период. И как это будет происходить? То есть, мы же живем в формате государственных закупок. То есть, как может побеждать, условно говоря, одна и та же организация? Опять будет непрозрачная система. Поэтому, мне кажется, с точки зрения контрактов и будущих договорных обязательств, эти установки должны принадлежать городу. И находиться на балансе и в оперативном управлении того же ГДМС, подведомственной организации. Еще одна вещь, которую вы пишете, это увеличение длительности срока контрактов. Я напомню, что у нас контракт на содержание дорог был разыгран впервые, наверное, на такой длительный срок. 20 месяцев, то есть, это полтора года. И чиновники говорили нам, что это правильно, потому что те люди, которые будут содержать наши дороги зимой, им же придется содержать их и летом. То есть, весь тот песочек, который они на нашей улице высыплют, им весной придется собирать. Вы предлагаете этот срок еще больше растянуть, увеличить до 36 месяцев. То есть, это у нас, получается, 3 года, да? Да. Безусловно, я согласен с этой инициативой городских властей. Увеличивать муниципальные контракты на уборку и содержание улиц и тротуаров. Был увеличен контракт до 20 месяцев. Это правильная инициатива, это здорово. Но я считаю, что и все экономические подсчеты, в том числе и подрядчиков, говорят о том, что средний срок окупаемости специализированной техники, которая необходима для подметания, уборки, вывоза и так далее, она составляет около 36 месяцев. Поэтому я считаю, чтобы подрядчикам было правильно, экономически целесообразно и с прицелом на будущее планировать свою деятельность, контракт все-таки должен быть трехлетний. Люди должны понимать, что они купят технику и завтра не останутся без рождения. И эта техника будет работать по муниципальному контракту и зимой, и летом. Потому что есть техника универсальная, которая зимой с одними насадками работает, летом она работает с другими насадками. Самосвалы, например, и зимой, и летом нужны и так далее. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го созыва в нашей студии. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к обсуждению городских властей. Алексей Кузьмин, в нашей студии мы продолжаем программу «Особое мнение» по поводу снега. Все ли мы сказали, или у нас еще что-то есть? Немножечко потерялось в ваших предложениях. По-моему, мы озвучили все, что вы говорите. Нет, там еще было несколько предложений. Да, еще было несколько предложений. Действительно, городские власти поэтапно отказываются от старых противогололедных реагентов, а именно песко-соляной смеси. Этот продукт настолько неэффективен, грязен и неудобен для эксплуатации, что, слава богу, что от него отказываются. Потому что, например, он работает до минус 11 градусов, он совершенно неэффективен в наших климатических условиях, когда у нас бывают заморозки до 35 градусов, ну, то есть температурный режим. И тучи пыли весной. И, естественно, создает проблему весной, когда этот песок надо постоянно вывозить, а его мало кто вывозит, и в малых количествах. И вот от года он там лежит, накапливает. Он там лежит, копится в приладковой зоне, и оседает на газонах и тротуарах. Поэтому ничего хорошего от этого продукта нет. Правильно, что городские власти от него поэтапно, частично, но тем не менее отказываются. Всё-таки надо переходить на новые современные реагенты. Будь это твёрдые реагенты, такие как Бионор, будь это жидкие реагенты, или будь это там раморная крошка, есть и такие продукты. Каждый этот продукт имеет свои уникальные технические, специфические особенности. Я думаю, что подрядная организация, там тот же Городовый Монстрой, даст нормальную справку и оценку каждому из продуктов, и городская администрация сделает свой вывод уже на следующий сезон. Потому что, насколько я знаю, в этом сезоне всё равно песко-солидная смесь применяется, и калёный песок. Алексей, вот несколько предложений подробно и по пунктам. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот вы сами, оценивая, скажем так, гибкость, подвижность городской администрации и прочее, видите возможность того, что эти предложения, они как-то будут реализованы в ближайшее время или нет? Ну, когда, скажем так, формулировались эти предложения, безусловно, я же не на ветер там и бросаю, и хочу, хочу, чтобы... Вы надеетесь, что это реализуется? Это публичное предложение, это не только моё предложение, ещё раз повторюсь, это некое обобщённое предложение многих людей, кировчан. Поэтому я думаю, что городская власть должна в том числе и это услышать, и какие-то выводы сделать, потому что из окон городская администрация и чиновники всё-таки видят всё, что происходит, даже у них под окнами Карла Маркса уже скоро превратится в одноколейную. Поэтому, знаете, есть такая смешная серия с мистером Бином, когда он кушал невкусное мясо, ему оно не понравилось, он в ресторане распихивал в разные места кусочки этого мяса, то под сахарницу, то под тарелку, то под салфетку, то в чемодан соседнему посетителю. Вот у нас то же самое со снегом происходит. У нас так называемые там субподрядчики распихивают снег по углам, создают снежные валы, сужают проезжую часть, и все ждут весну. И чем больше мы с вами обсуждаем этот вопрос, чем больше, скажем так, предпринимаем каких-то усилий, тем быстрее весна наступает. Весна наступит, снег стает, и все вопросы городской администрации сойдут на нет, и тем более к субподрядчикам. Субподрядчики получат своё по контракту, и все будут довольны. И все разойдутся. И все разойдутся, деньги бюджетные будут освоены, все заработают новые майбахи себе, купят и мерседесы разных марок. Не все купят. А Гордор Мострой останется с разбитым коленом и будет просить у городской администрации возможность взять очередной кредит в коммерческом банке. Вот такая история. Она происходит каждый год, из года в год, поэтому ничего не меняется, к сожалению. Вот я как раз такой посыл и делаю, что, к сожалению, ничего не меняется. Надо что-то менять. Интересно. То есть сначала вы сказали, что я когда написал, я же надеялся на то, что это всё воплотится, а в итоге всё ушло в то, что ничего не меняется. Нет, до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Хорошо. Хотелось бы, чтобы что-то изменилось. Мы ждём всё-таки какой-то реакции. Я со своей стороны могу сказать, что всё-таки я очень надеюсь увидеть активно прибирающие машины, правые ряды, обочины дорог, парковки. Вот парковки не чистят никогда, это, к сожалению, большая беда даже вот здесь, в районе Театральной площади. Вы знаете, ещё по поводу снежных этих вопросов, дополню, отмечу, что те привлечённые соподрядчики, которые иногородние, видимо, настолько выгодны для них контракт, что они имеют возможность приглашать сюда технику из других регионов, из Омска, из такого далёкого города, из Смоленска, приезжает сюда техника, если честно, насильно БУ, и с каким качеством очищаются наши улицы. Ну вот, кировчане видят, какая техника ездит, и как улицы чистятся. Я, к большому сожалению, не очень много вижу техники на улице. Хорошо. Бюджетные деньги. Ещё одна история, связанная с бюджетными деньгами на этой неделе. Ну, фактически можно говорить о том, что программа формирования комфортной городской среды в городе Кирове. Я не знаю, можно сказать слово «провалено» или нельзя сказать слово «провалено», если мы не освоили 31 миллион рублей. Вы знаете, если это одна пятая часть всех поступивших по этой программе денег, то я считаю, что эта программа провалена. Посмотрите даже те деньги, которые были освоены, как они были освоены. И выводы контрольно-счётной палаты города Кирова даже об этом же сказали, что деньги частично освоены неэффективно, люди видят, что происходило в Кочеровском парке, когда туда были закопаны десятки миллионов рублей. Ну, это в прошлом году было, по запрошлым. Да, десятки миллионов рублей, подрядчик не справился, субподрядчики не справились. То есть там вообще колоссальные какие-то инсунации происходили в этом парке. Не знаю, что будет в этом году, но тем не менее сам факт того, что будет больше 30 миллионов рублей отправлены в федеральную казну. Я считаю, что это совершенный, скажем так, человеческим языком косяк городской администрации. Не уследили, не досмотрели, не проработали с подрядчиками. Поздно разыграли аукционы, почему-то только сейчас спохватились, что оказывается аукционы они летом разыгрывали. Естественно, подрядчики не успевали выполнить срок нужное контрактное обязательство, переходили в зиму. Но вот только возврат 30 миллионов поспособствовал тому, что городская администрация приняла решение разыгрывать аукционы чуть раньше. Как можно раньше. Как можно раньше, да. В апреле, в мае уже что-то где-то было. Я считаю, что хотя бы это правильная инициатива, но почему она получилась только после того, как 30 миллионов обратно отправили. Моя компания работала в другом регионе в рамках этой федеральной программы. Комфортная городская среда. Освещением вы занимались, да? Да, да, да. Мы работали по этой программе. За нами был такой глаз-алмаз. Нас так... Давайте уже регион-то назовем. Костромская область. За нами настолько пристально был взгляд со стороны администрации. У меня телефон обрывался при каждом удобном случае. И так сильно нас беспокоила администрация, потому что это федеральные деньги, у них федеральная ответственность. Но мы сделали все качественно, в срок и эффективно. Я не понимаю, почему городская администрация так не давила на своих подрядчиков, не приседала им на уши и не четко контролировала все их работы. В том числе в дворовых территориях. Посмотрите, какой кошмар происходил, какой асфальт укладывали. Это основная была претензия, да? Конечно. Какого качества были асфальтоукладочные работы, какая там техника работала. Ну, это вообще какой-то кошмар. Такое ощущение было, что главная задача лишь бы освоить, а не лишь бы сделать для людей благоустроительные работы. Но на самом деле, как я понимаю, все-таки позиция администрации немножечко другая. Возврат вот этих 30 с лишним миллионов, он как раз условлен тем, что часть работ не приняли, да, и сказали, что лучше уж мы вернем, чем мы за бюджетные деньги будем делать вот такую вот. Почему во время строительных работ и во время непосредственных этих работ не было сильного давления и контроля? Ну, как давление? Потому что на каждый год человека не поставишь. Имею в виду давление с правой точки зрения. Я поняла, конечно, да. Контроль, да. Устный контроль, письменный контроль, претензионный контроль. Значит, во время работ был недостаточный контроль. И работы принимались уже постфактум. А в данном случае, ну, там, часть работы действительно было не принято. Вот довели до того эту ситуацию. Изменится что-то в следующем году? Очень хочется в это верить. То же самое, что и с зимним содержанием дорог и тротуаров. Боже мой, мы все время надеемся на что-то лучшее. И всегда хочется во что-то верить. Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кирпской Гурдумы 5-го Сазова. В нашей студии сейчас небольшая реклама, и мы вернемся. Программа «Особое мнение» продолжается. В студии нашей Алексея Кузьмин. Я напоминаю, мы продолжаем. Ну, давайте все-таки немножечко о хорошем хотя бы. Немного к позитиву. Немного о хорошем, если успеем, да. В Кирове есть инициатива, появилась о возрождении футбольного клуба «Динамо». Такие планы есть у Федерации любительской футбольной лиги, сообщают наши коллеги БМ и наши новостники. Поспособствовать возвращению клуба должно строительство «Крытого манежа» и, как я понимаю, создание некой футбольной школы. Ну, то есть вот на базе «Крытого манежа» будут тренировки, дети смогут тренироваться круглый год. Потом, значит, из этих маленьких малышей, маленьких футболистов мы наберем самых-самых-самых звездочек, сформируем из них команду. И, собственно, после этого можно будет, как я понимаю, говорить о возвращении в профессиональный футбол. Насколько эти планы кажутся вам реальными, это первое. Ну, понятно, мы не можем быть против. Это такая инициатива, которая вызывает, действительно, желание сказать «пусть будет». Ну, действительно, это очень хорошая информация, позитивная информация, что в Кирове все-таки рано или поздно все встанет на круги своя. Когда Киров был спортивной столицей, у нас было множество и титулованных спортсменов, и титулованных команд, и профессиональной команды, и разные виды спорта. Сейчас в Кирове, насколько я понимаю, вообще спорт, это, можно сказать, профессионального-то все меньше и меньше, и практически не осталось. Хоккейная команда «Родина» пытается что-то сейчас тоже возродиться, но тоже наладом дышит. Хоккейная «Олимпия», футбольный клуб «Динамо», так много целых легенд, звезд. Баскетбольные клубы. Баскетбольные, волейбольные клубы. Поэтому очень хорошая инициатива предпринимателей, это же сообщество предпринимателей, которым вообще не безразлична судьба нашего города. Им интересен этот спорт, футбол. Они уже давно этой темой занимаются, и вот эта любительская лига уже давно проводит турниры, целые турниры, сотникам, десятки, сотни, по-моему, даже команд уже заявляются. И пытаются как-то втянуться в эту спортивную жизнь, почему бы и нет, почему бы не возродить наш титулованный какой-то в свое время и известный в свое время футбольный клуб. Я очень этому рад, и я думаю, Крыта Манеж этому действительно будет способствовать. Ребята будут получать необходимые знания, навыки. Может быть, сюда будут приезжать насмотренные представители различных футбольных клубов. И забирать все. Ну и пускай забирают, если ребята способные, ребята талантливые, пускай показывают себя на самом высоком уровне. А здесь будет определенный профессиональный уровень того же футбольного клуба «Динамо», как некой действительно спортивной школы. Ну вот смотрите, Алексей, тут на самом деле две составляющие, как мне кажется, да, это вот детский спорт, да, и школа, школа мастеров, скажем, и профессиональный футбольный клуб. Все-таки одно дело детская школа и ее содержание, другое дело совсем это участие профессионального клуба в каких-то турнирах. Насколько я понимаю, с «Динамо» ведь история закончилась именно поэтому, не было денег на участие. История закончилась потому, что бюджет и областной, и городской перестал финансировать футбольный клуб. Именно на этих деньгах строилась вся финансовая основа этого клуба. Естественно, он жил за счет этих денег, платил зарплату. После того, как кубышка была закрыта по разным причинам, есть объективные причины, есть субъективные, со многими причинами я абсолютно не согласен. Считаю, что все-таки областной и городской бюджет должны изыскивать определенные средства для поддержки профессионального спорта. Это нормально, это такая ситуация во всех абсолютно регионах нашей страны. И почему-то Киров вдруг становится исключением, полностью обрубают финансирование на профессиональный спорт. Мне кажется, это неправильно, некрасиво по отношению ни к кировчанам, ни к спортсменам тем более. То есть вот этот новый возрожденный клуб, вот эта команда, которая будет играть, дай бог, где-то на соревнованиях высокого уровня, она финансироваться должна из бюджета, при помощи бизнеса, солидарно каким-то образом. Я не знаю, за счет фанатов, в конце концов, какая-то часть, может быть, должна поддерживаться. Ну, вот именно данная инициатива исходит из предпринимательского сообщества, то есть от людей, у которых есть деньги, и которые в том числе, может быть, кстати, почему бы и нет, хотят зарабатывать на этой теме, на футбольной. В том числе и этот манеж строится не на бесплатной, естественно, основе, он будет сдаваться в аренду. И это бизнесмены, которые хотят вложить деньги в благое, хотят вложить деньги в спорт, почему бы и нет. И в данном случае здесь речь о бюджетном каком-то финансировании не идет. Но я все равно считаю, что бюджет должен как-то помогать, участвовать, изыскивать определенные средства. Либо это не деньги будут, либо это будут какие-то помещения, земельные участки и так далее. То есть то, чем город, либо область располагает. И все равно какая-то поддержка должна быть. А вот только на словах, там, попиариться в газетах, выступить с каким-то заявлением, там, Кировской области или муниципалитет поддерживать спорт, но этого недостаточно. Нужны конкретные шаги, конкретные действия. Но я считаю, что с «Динамо» все будет хорошо, потому что за него взялся частный бизнес. Когда у нас за что-то берется частный бизнес, в итоге все хорошо получается. Когда за это берется власть, что-то не очень хорошо со многими инициативами получается. Алексей Кузьмин, еще одну тему успеваем обсудить с нашим гостем. Эта история касается всех наших гостей, всех наших слушателей. Не исключено, что в ближайшее время всем нам придется быть сдержаннее в наших оценках деятельности власти, как в социальных сетях, так, возможно, в эфирах и в СМИ, и на страницах газет и прочее, прочее, прочее. Речь идет о законопроекте, который внесен в Госдуму. Законопроект касается как фейковых новостей, не настоящих новостей, да, лженовостей, о каких-то вещах, которые могут повлиять на социальную обстановку, напугать граждан, все что угодно. Ну, то есть, простой пример, это история с какой-то трагедией, неважно, чрезвычайным происшествием, пожаром еще где-то, когда начинает в интернете распространяться, в том числе и СМИ, версии поддержки, да, информация о большем количестве погибших, чем то, что нам называется официально. Вот за это предлагается наказывать. Ну и второе, за что предлагается наказывать, это оскорбление представителей власти. Я даже формулировку сейчас, наверное, точную не назову. По-моему, это, ну, речь идет о каком-то, не знаю, там, распространении информации, порочащей, там, честь государства, да, и честь власти. Что вы думаете по этому поводу? Потому что Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи законопроект поддержал, рекомендовал к первому чтению, хотя профильные Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор его не одобрили и, по-моему, даже не поддержала Генпрокуратура. Так и есть. Генпрокуратура и вот эти федеральные ведомства не поддержали эту инициативу. Есть, опять же, множество причин и множество формулировок, почему это было, не было поддержано. Я вообще считаю, что вот этот конкретный депутат, депутат Госдумы, инициатор этой всей, скажем так, движухи с этим законопроектом, занимается, может быть, вообще не своим делом, он представляет определенный сибирский регион в Государственной Думе. Не депутат, а членство Феда, но неважно. Он представляет определенный регион сибирский, и вот в этом регионе колоссальная проблема связана с мусором. Если у нас, к счастью или к сожалению, все с первого раза получилось, то есть был разыгран аукцион, был один победитель, и, в принципе, на сегодняшний день понятно, что это колоссальная проблема, с этим еще там все разбираются, в том числе и на федеральном уровне, но, тем не менее, у нас уже, по крайней мере, все прозрачно. Ну, имеется в виду, был разыгран аукцион, есть победитель, он тут пытается что-то заниматься исполняем этого контракта. Как он занимается и за какие шиши, это уже другой вопрос. Значит, а там, у него в регионе вообще мусорный коллапс, там мусор не ввозится с улиц, там мусорные свалки переполнены, там эта проблема не решена, там практически с крахом прошел этот аукцион по поиску рекоператора. Там люди негодуют, собираются выходить на массовые митинги, и вот этот представитель этого региона, который должен в Москве отстаивать интересы своего региона, пытаться там в Москве найти какие-то точки соприкосновения, какие-то вопросы решать, он занимается вот такой откровенной популистской ерундой, которая нацелена исключительно на то, чтобы показать там свою какую-то деятельность. Вы же прекрасно понимаете, что депутаты Госдумы в большинстве своем принимают законопроекты, сброшенные, спущенные им из правительства. И сами-то депутатские инициативы, их там по пальцам засчитать. Так вот, к сожалению, именно вот эта депутатская инициатива, она как раз исходит из депутатов. И вот, видимо, чтобы показать хоть какую-то там свою деятельность, этот депутат там обозначается, и, к сожалению, профильный комитет, ну, понятно, что и большинством от Единой России эту инициативу поддерживают, несмотря на сопротивление федеральных ведомств. Ну, я считаю, что это очень знаковая ситуация, очень показательная ситуация. Примут или не примут? Да, когда популистские, можно сказать, даже фейковые инициативы, сам человек борется с этим словом, а на самом деле у него, у самого фейковая инициатива, вот, протянут они это через Госдуму большинством от Единой России или не протянут? Запретят нам говорить, думать, писать или не запретят? Вот это самый важный вопрос, и это будет, на самом деле, очень показательным. Ну что ж, будем ждать первого чтения, смотреть, что будет. В принципе, могу сейчас назвать некоторые цифры. За распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, предложено штрафовать граждан, ну, давайте, прежде всего, о гражданах, да, на 3-5 тысяч рублей, а юридических лиц там на сумму до миллиона рублей. При этом публикующие фейк-ньюс интернет-ресурсы предложено блокировать во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. То есть это достаточно быстро будет происходить, да. А проявление публичного неуважения государству в неприличной форме, вот непонятно, что это значит, авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказать штрафом от 1000 до 5000 рублей, это для граждан, для ареста на 15 суток, с блокировкой интернет-ресурса по той же схеме, то есть во внесудебном порядке. Вот как раз здесь речь идет о том, что, почему федеральные ведомства сопротивляются, что вот эти формулировки, они слишком размыты, то есть под какие деяния подводить вот эти формулировки, как с ними будут работать в реалии. То есть это очень сложно доказуемо, очень сложно совершенно сформулировано, и поэтому я считаю, что эта инициатива совершенно ерундовая, она сама как фейк и ничем как популизмом не попахивает, чтобы подтянуть угасающие и ужасающие рейтинги Единой России. В общем, будем ждать первочтения. Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской гордумы 5-го САЗУ. На этом мы прощаемся, но думаю, что с Алексеем еще встретимся. До свидания. До свидания.